Им всегда отдавали массу авансов, называли и называют самым талантливым поколением белорусском гандболе и прочат выехать на Олимпийские игры. Одногодки, появившиеся на свет в середине 90-х, Владислав Кулеш, Артем Кулак, Андрей Юринок, Артем Королек, Александр Подшивалов, на год старше Вайлупов и Гайдученко, ну и, конечно, другие гандболисты. Это все продукты современной системы гандбола в нашей стране, которые уже на этой неделе могут заявить о себе в полный голос. В Египте самая успешная белорусская команда в игровых видах спорта стартует на чемпионате мира. Но на прошлой неделе состоялись два отборочных матча на чемпионат Европы, в которых не только необходимо было решить результат, но и прикинуть состав на ближайший форум. Вместе с главным тренером нашей сборной Юрием Шевцовым все насущные вопросы обсудил Александр Якубовский. Практики, говорит коуч, в последний год было невероятно мало. Практики, по сути, не то, чтобы было мало, она отсутствовала вовсе. Только в конце 2020 года главная гандбольная команда страны смогла собраться и в связи с эпидемиологической обстановкой была помещена в своеобразный пузырь. Готовились к матчам евроотбора, в уме все же держа именно чемпионат мира, в двух точках – Малорите и Ратамке. Две встречи с норвежцами, как лакмусовая бумажка для тренерского штаба команды. В первой – в Минске. Мы победили скандинавов 33-25. Если в Беларуси вторым составом играли норвежцы, то в повторном матче экспериментальный состав привезли уже мы. Причины понятны. Рисковать перед чемпионатом мира, учитывая сложности, связанные с пандемией и коронавируса, никто не хочет. Белорусской командой в Норвегии руководили Олег Шарейко и Дмитрий Никуленков. На этот раз преимущество 8 мячей было на стороне скандинавов – 27-19. В Норвегии, кстати, за белорусов сыграл многолетний лидер Борис Пуховский. Разыгрывающий забросил 9 мячей. Его непривычно видеть лишь в расширенном составе сборной на чемпионат мира. Но шанс поехать в Египет у Бориса был. В итоге он все же не попадет в заветный список из 20 гандболистов исключительно по спортивному принципу. Я не слышал от того, что Боря отказывался играть за сборную. Но я еще раз повторяюсь. Мы выбираем тех игроков, которые подходят к системе. То, что говорится у нас в состав в виде изменения. Меняется поколение. Это уже третье поколение, которое меняется. У нас уходил и Рутенко, и сейчас ушли и Пуховский. Поколение Пуховский, Шилович, Никуленков. Они долго прославляли наш белорусский гандбол. Вывели наш белорусский гандбол на тот уровень, на котором он сейчас находится. Но это жизнь. Здесь приходят молодые горячие игроки, рвущиеся в состав. У нас на всех позициях собраны самые сильные люди, которые есть в Белоруссии. Естественно, мне бы хотелось видеть в Бараново сборной, у которого травма Шумак, травма колена Бабичев, травма колена. Поэтому здесь собраны лучшие игроки, сильнейшие игроки на данный момент, которые находятся в хорошей физической форме, здоровы. И у нас сильнее игроков нет в Республике Беларусь. Некоторые игроки имеют ушибы, травмы, некоторые тренируются, некоторые не тренируются. Но это то, что обычно бывает в повседневных тренировках у нас тоже. Мы будем спокойны только тогда, когда мы 11 числа сядем в самолет. Этот разговор с Юрием Шевцовым записан еще до того, как команда сдала последний тест на COVID-19 перед отлетом в Египет. У всех результат отрицательный. Артем Королек, Владислав Кулеш, Вадим Гайдученко, Никита Вайлупов. Амбициозное поколение белорусского гандбола собирается покорять новые вершины. Сначала их ждет предварительный раунд в группе H. Помимо именитых команд России и Словении, нам будут противостоять не столь известные южнокорейцы. У нас нет вообще проходных игр. У нас довольно сложная, тяжелая группа. Если брать другие группы, там где-то есть, возможно, и легкие соперники, и все. У нас проходных игр нету. Сейчас говорить о каких-то больших целях. Сложно. Мы будем идти в каждую игру для того, чтобы ее побеждать. Ну а там покажут, как мы будем играть дальше. Никто не знает, какая команда выставит какой состав. Если я слежу тоже за прессой, у меня есть своя информация. У многих командах одного, второго, третьего игрока не будет. Каждая команда лишается игроков. Поэтому, с одной стороны, это плохо, что вмешиваются побочные силы не из спорта. Итак, Планетарный форум стартует уже в среду. Матчи предварительного раунда Квартета Эйч пройдут на площадке Борг-эль-Араб, недалеко от города Александрии. Белорусы же включаются в борьбу в четверг, матч с россиянами. Через два дня Южная Корея и завершим этап дуэлью со Словенией. Дальше шагнут три лучшие сборные Квартета. По решению организаторов, чемпионат пройдет без зрителей на трибунах. Следить же за трансляциями форума можно будет на Беларусь 5. Спортивный канал в полном объеме покажет первый столь крупный старт в году. Финал намечен на 31 января.